Человек покорил космос, расщепил атом, открыл собственный геном. Что дальше? Когда говорят о вулканах, в воображении возникают конические горы с кратером посредине, из которого раз в несколько столетий извергается лава. Но есть и другие вулканы. Они неприметны, но зато могут выбросить пепло и лавы в тысячи раз больше, чем обычно. Долгое время на них не обращали внимания, потому что в исторически обозримую эпоху извержений такого типа не наблюдалось. Мы знаем, как они разрушительны, лишь благодаря изысканиям геологов. Итак, в некоторых районах планеты, под Йеллоустонским парком, в окрестности Неаполя или в Папуа, Новой Гвинеи, таятся бомбы с часовым механизмом, которые взрываются, правда, раз в десятки, а то и сотни тысяч лет. Их называют супервулканами. Они представляют собой громадную магматическую камеру, в которой медленно прибывает лава и нагнетается давление. Чем она больше, тем реже взрывается. После извержения, когда камера пустеет, остается обширный провал — кальдера. Ведь свод камеры в момент взрыва обрушивается. Одна из таких кальдер, озеро Тоба на Суматре, Индонезия, достигает размеров 75 на 45 километров. Она образовалась около 72 тысяч лет назад, когда при извержении супервулкана было выброшено от 2800 до 3000 кубических километров расплавленной породы. Геологическая подоплека этого события такова. В районе Тобы находится зона субдукции. Одна тектоническая плита пододвигается здесь под другую. При этом участки мантии, расположенные над погружающейся плитой, расплавляются. В результате этих процессов образовалась громадная магматическая камера. И однажды произошел взрыв. По расчетам экспертов лондонского геологического общества, взрывы подобных масштабов происходят раз в полмиллиона лет. Каждые 10 тысяч лет во время извержения супервулкана воздух может быть выброшено от 200 до 300 кубических километров породы, а раз в 3000 лет возможен взрыв вулкана с выбросом до 100 кубических километров породы. Американский геолог Майкл Рампино сравнил последнее, самое слабое, извержение с падением на Землю астероида диаметром в полтора километра. Вот только супервулканы взрываются в несколько раз чаще, чем прилетают космические бомбы. Пока существует цивилизация, извержение любого из них может поставить ее на край гибели. Тогда воистину померкнет солнце, и жить придется под черным небом. Шестьсот тридцать тысяч лет назад, когда произошло извержение Елоустонского вулкана, вся территория современных США покрылась пеплом. Ведь достаточно выпасть слой пепла высотой один сантиметр, чтобы почти весь урожай на поле погиб. Семьдесят две тысячи лет назад, во время извержения вулкана Тоба, пепел усеял не только Суматру, но и весь индийский субконтинент. После этого температура в северном полушарии значительно понизилась. Как пережило эти изменения климата немногочисленное тогда человечество? Что удалось узнать об этом археологам? Первые свидетельства той катастрофы обнаружились в девяностые годы прошлого века в геноме человека. От поколения к поколению он немного меняется. Однако сравнение генов людей, населяющих разные части света, выявило их поразительное сходство. Оказалось, даже в ДНК шимпанзе, принадлежащих к разным популяциям, различий примерно в четыре раза больше, чем в геномах людей, проживающих в Намибии и Пакистане, Новой Гвинеи и Бразилии. Как подсчитали генетики, все ныне живущие люди являются потомками нескольких тысяч человек, может быть даже одной-двух тысяч, которые населяли нашу планету около семидесяти тысяч лет назад. Что же стало причиной массовой гибели людей? Страшная эпидемия, многолетняя засуха? Чем молчаливее язык генов? Тем красноречивее были догадки ученых. Кто-то предположил, что люди, обитавшие в Африке, почти полностью вымерли от укусов мухи ЦЦ, а потому немногие, оставшиеся в живых, бежали с этого континента, расселившись на просторах Евразии. Кто-то заговорил о том, что небольшая, хорошо вооруженная группа племен истребила почти все население планеты, учинив первую в истории мировую войну. Лишь анализ образцов льда, взятых в Гренландии, объяснил причину резкого сокращения численности человечества. На земле наступило похолодание, продолжавшееся несколько столетий. Впрочем, нашим далеким предкам не раз приходилось жить во время ледниковых периодов. Почему же это событие едва не погубило людей? Слой пепла, предварявший фазу похолодания, запечатленную в образцах льда, подсказал, почему изменился климат. Извержение супервулкана Тоба. Это было едва ли не самое мощное вулканическое извержение за последние два миллиона лет. А в этом событии напоминает теперь не вулканический конус, а гигантское озеро, протянувшееся почти на сотню километров. Земля здесь буквально разверзлась. Во время катастрофы в воздух, отравленный клубами кислотных испарений, взметнулось неимоверное количество пепла. Его мощная пелена заволокла атмосферу. Предварительные расчеты показали, что средняя температура на планете понизилась на 3-5 градусов. В умеренных широтах внезапно наступил ледниковый период. Вулканическая зима вызвала массовую гибель растений и животных и стала причиной резкого сокращения численности Homo sapiens, предположил археолог Стэнли Эмброуз из Иллинойского университета, выдвинувший около 10 лет назад теорию эволюционного бутылочного горлышка, который миновало тогда человечество. По его оценке, большая часть людей погибла от голода и холода. Впрочем, сразу же появились возражения. Так Клайв Оппенхемер из Кембриджского университета опубликовал в 2002 году свои расчеты. Из них явствовало, что облако пепла, поднявшееся после взрыва, содержало слишком мало серы, а ведь для того, чтобы небо на длительный срок заволокло пеленой, нужно, чтобы во время извержения было выброшено как можно больше серы. В отличие от пепла, ее частички годами парят в воздухе, мешая солнечным лучам согревать поверхность планеты. К 2007 году гипотеза бутылочного горлышка вроде бы была окончательно опровергнута. При раскопках на юго-востоке Индии, в слоях отложений, предшествующим слою тобы и следующим сразу за ним, были найдены схожие каменные орудия. Археолог Майкл Петралье из Кембриджского университета, анализируя находки, подчеркнул, что даже мощное извержение вулкана в соседней Индонезии не нарушило повседневной жизни этих людей. Они продолжали здесь жить, как и прежде. Однако результаты исследований, проводившихся в последние годы, все-таки подтверждают самый худший сценарий. Американский климатолог Алан Робок разработал в 2009 году компьютерную модель той катастрофы. Похоже, она была еще более страшной, чем предполагалось. В течение первых пяти лет после извержения средняя температура на планете упала на 18 градусов. Даже через 10 лет после этого события на Земле было в среднем на 10 градусов холоднее, чем прежде. Количество осадков резко сократилось. На обширной территории установилась многолетняя засуха. Почти одинаково пострадали и северные, и южные полушария планеты, поскольку извержение произошло в районе экватора. Как резюмировал Робок на страницах Journal of Geophysical Research, происходившие тогда события очень сильно сказались на численности популяции Homo sapiens. Из-за внезапно начавшихся холодов у большинства людей не было возможности спастись бегством, переселившись в теплые страны. Извержение супервулкана Тоба стало одним из самых страшных природных бедствий, которые довелось пережить человечество. Человек покорил космос, расщепил атом, открыл собственный геном. Что дальше? Потоп разразился в Черном море? Археологические находки последнего десятилетия доказывают. И был день, и разверзлись хляби небесные, и начался всемирный потоп. Воды Средиземного моря затопили перешейк, разделявший его с Черным морем. Огромный вал воды устремился на восток, ведь уровень Черного моря в ту пору крупного пресноводного озера был на сто двадцать метров ниже нынешнего. Для людей, населявших его побережье, это событие стало величайшей катастрофой, о которой их потомки, расселившиеся от Карпаты, Германии до Палестины, помнили на протяжении нескольких тысяч лет. Это событие породило большинство мифов о потопе. Так ли это? Какова историческая подоплека тех событий? В пору последнего оледенения, оно завершилось около двенадцати тысяч лет назад, в лед превратилось огромное количество воды. По окончании ледникового периода средняя температура в северном полушарии постепенно повысилась на 4-7 градусов по Цельсию. Из-за таяния громадных ледников, сковывавших север Евразии и Америки, уровень воды в Мировом океане заметно возрос. Тогда же Средиземное море соединилось с мраморным в районе Дарданелл. Однако вода в нем продолжала пребывать. Еще в середине девяностых годов прошлого века американские геологи Уолтер Питнен и Уильям Райан предположили, что история библейского потопа разворачивалась на берегах Черного моря. Именно здесь, по окончании ледникового периода, огромная территория, занимаемая плодородной низменностью, вскрылась под водой после резкого повышения уровня Черного моря. Последнее объяснялось следующим. Узкий сухопутный перешеек в районе современного пролива Босфор отделял тогда Черное море от Средиземного. Со временем под напором пребывавшей воды эта естественная дамба не выдержала и прорвалась. Питнен и Райан так описывали это событие. Каждый день сквозь этот пролом обрушивалось около 42 тысяч кубических километров воды. Здесь, на Босфоре, вода бурлила и низвергалась на протяжении не менее трехсот дней. Всего, по оценке ученых, площадь, занимаемая Черным морем, увеличилась за тот катастроф, год на 155 тысяч квадратных километров. Датировать это событие помогла резкая смена черноморской фауны, которая произошла около 8 тысяч лет назад. Еще в 93 году прошлого века российское научно-исследовательское судно «Акванавт» обнаружило у южного берега Крыма, в отложениях грунта, на глубине более 100 метров, корни наземных растений, а также останки пресноводных моллюсков. Эти находки, как и некоторые другие, сделанные ранее советскими учеными, убеждали, что в ледниковый период Черное море было озером, лежавшим в огромной впадине. После таяния ледников сюда притекли воды Средиземного моря. Вместе с этими солеными водами в Черное море устремляются многочисленные морские моллюски. Итак, основная идея Питмана и Райана не вызвала возражения у коллег. Весь вопрос в деталях. Насколько быстро изливалась вода? Произошла ли подлинная катастрофа и всего за несколько месяцев Черное море затопило огромную территорию? Или море наступало десятилетиями, постепенно сгоняя людей с насиженных мест? А места и впрямь были обжиты. В 99-м 2000-м годах археолог из США Роберт Баллард, обследовав с помощью подводных аппаратов участки дна близ южного побережья Черного моря, убедился, что там на 100-метровой глубине некогда жили люди. Во время своей первой экспедиции Баллард, используя метод гидролокации, обнаружил на дне моря древние дельты рек, долины и холмы. Все эти территории могли быть областью расселения земледельцев неолита. По примеру российских коллег, он собрал и осмотрел раковины, которые четко делились на две группы. Стало ясно, отметил Баллард, что при смене одного типа фауны, озерной, другим типом морской фауны произошла катастрофа. Это было невероятное по своей мощи наводнение. В сентябре 2000 года внимание Балларда и его коллег привлекла затопленная долина близ турецкого города Синоп. Вот выдержки из дневника, который вели участники экспедиции. Четвертого сентября. В час пятьдесят ночи мы спустили под воду аппарат Аргус. На глубине мы замечаем схематичное очертание какого-то объекта. Его очень трудно различить среди черного ила, лежащего на дне моря. Пока мы не хотим ничего предпринимать. Шестое сентября. В три пятьдесят пять утра на экране гидролокатора видны уже более тридцати возможных объектов поиска. Они лежат на краю обширной подводной равнины, напоминающей древнюю речную долину. Баллард говорит, что, может быть, все это просто мусор, но это очень систематично уложенный мусор. Девятое сентября. Сегодня рано утром мы спустили под воду аппарат «Маленький Геркулес». Он тщательно обследует участки дна, на которые мы обратили внимание еще четвертого сентября при работе с гидролокатором. В одиннадцать пятьдесят две подводный аппарат обнаружил в двадцати километрах от Синопа глиняный вал и прямоугольник, выложенный из камней и прикрытый сверху ветками и жердями. Остатки хижины каменного века. Древесина хорошо сохранилась, потому что на такой глубине Черное море очень бедно кислородом. Глиняный вал возник, поскольку черепица, покрывавшая дом, со временем размокла, превратившись в бесформенную гряду. В дальнейшем удалось разглядеть лежащие на дне моря осколки керамики, полированные камни с округлыми отверстиями, а также каменные орудия труда, напоминающие молотки и зубила. Пробы грунта, в них обнаружились, кстати, следы древесных углей, то есть остатки костра, когда-то разведенного перед домом, подтвердили, что речь идет о жилом строении, затопленном в эпоху неолита. Как отметил Роберт Баллард по окончании экспедиции, любой миф, в том числе и легенда о потопе, таит в своей основе подлинное зерно. В 2004-м океанограф из Бернского университета Марк Зидал, основываясь на гипотезе Питмена и Райана, смоделировал прорыв босфорской плотины на компьютере. В его модели каждые сутки сквозь образовавшуюся брешь устремлялось более пяти кубических километров воды. Вместо трехсот дней потоп длился почти тридцать три года, пока Черное море не достигло своего нынешнего уровня. Кстати, в этой модели на дне Черного моря, близ того участка, где была прорвана плотина, поток воды должен был прорвать желоб, грабан. Вскоре после публикации этой работы, Уильям Райан вместе с коллегами отправился на поиски желоба, и тот был найден именно в том месте, где предсказывала модель. Так Райан блестяще и, может быть, окончательно подтвердил свою гипотезу. Позднее британский геолог Крис Турней и его коллега Хайди Браун из Австралии, используя метод радиоуглеродного анализа, определили точную дату давней катастрофы. Она произошла 8230-8350 лет назад. Турней и Браун также проанализировали, чем обернулся потоп для людей, населявших тогда побережье Черного моря. По их подсчетам, на затопленной территории они оценивают ее площадь в 73 тысячи квадратных километров, проживало не более 145 тысяч человек. Всем им пришлось спасаться от разлившегося моря. Следы этого великого переселения обнаруживаются в центральной части Европы, населенной в ту пору лишь охотниками и собирателями. Около 8200 лет назад здесь начинает распространяться земледелие и животноводство. Человек покорил космос, расщепил атом, открыл собственный геном. Что дальше? В 1939 году греческий археолог Спиридон Маринатос опубликовал в британском журнале статью «Гибель Минойского Крита вследствие извержения вулкана». Гипотеза о геологической катастрофе родилась у него, когда при раскопках в одном из древних портов Крита он обнаружил кусочки пемзы и развалины здания, похоже, снесенного гигантской волной. Статья была холодно встречена научным сообществом. Даже издатели этого журнала поспешили извиниться за публикацию, сопроводив ее следующим замечанием. «Издатели хотели бы уведомить, что, по их мнению, в целях подтверждения главного тезиса предлагаемой статьи, следовало бы провести дополнительные раскопки». Споры археологов прервала война. В 1956 году греческий сейсмолог Ангелос Георгия Голонопулос, изучив окрестности острова Санторин, лежащего в 120 километрах к северу от Крита, уверенно заявил, что здесь произошел, по-видимому, самый мощный вулканический взрыв в истории, который породил волну цунами высотой в несколько десятков метров. Используя новый тогда радиоуглеродный метод, он датировал это бедствие в 1520-1450 годами до нашей эры. Это был срок гибели Критской державы. Вулкан на острове Санторин, достигавший высоты два километра, долго бездействовал. Когда же он пробудился, в небо взлетело огромное количество пемзы, песка, лавы, камней. Столб пепла и дыма взметнулся ввысь километров на тридцать. Однако главная беда была впереди. Стены вулкана обвалились. Образовалась котловина, кальдера. В эту пустоту хлынуло море. «Достигнув дна полости, — писал Голонополос, — вода мгновенно ринулась вспять. Быстрое перемещение огромных масс морской воды породило волны невероятной высоты. Эти волны затопили берега, восточного Средиземноморья. Как известно, мощь цунами зависит от рельефа морского дна. Чем глубже море близ побережья, тем с большей яростью волна обрушивается на берег. На мелководье энергия волны постепенно разряжается. Глубина же пролива, разделяющего Санторин и Крит, составляет в среднем тысячу метров». Французский океанолог Жак-Ивкусто так описал тогдашние события. Стена цунами со скоростью нескольких сот километров в час обрушилась на побережье материка и островов, расположенных в Эгейском море. Корабли взорвались под ударом мощнейшей волны, и их груз мгновенно превратился в груды амфор. Порты были опустошены. Их жители погибли под роковой волной или утонули в своих домах. Высота волны, по некоторым оценкам, могла достигать сто метров, хотя большинство исследователей ограничиваются цифрой тридцать с лишним метров. Для сравнения, высота цунами в декабре 2004 года после мощного землетрясения в Индийском океане не превышала тридцати метров. История Санторина заставляет по-новому взглянуть на один из библейских рассказов, который долго считался фантастическим. Это рассказ о десяти казнях египетских. По Библии, перед исходом евреев из Египта, а по мнению историков, это событие датируется пятнадцатым веком до нашей эры, на страну обрушились страшные беды. Вода превратилась в кровь, жабы и мошки наполнили дома египтян, кони и верблюды, валы и овцы пали от моровой язвы, поднялась пыль по всей земле египетской, прошел град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Книга исхода, исход, глава девятая, стих восемнадцатый. Наконец на страну пала тьма. И была густая тьма по всей земле египетской три дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. Книга исхода, исход, глава десятая, стихи двадцать второй, двадцать третий. Все эти беды совпали по времени с извержением Санторина. Обычно извержению вулкана предшествуют подземные толчки. Они взбаламучивают реки, вода мутнеет, окрашивается в цвет почвы. Водоемы в жарких странах становятся очагами распространения насекомых, например, малярийных комаров. Вулканический пепел, ядовитый для растений и животных, покрывает поля и города, вспыхивают эпидемии. Подобные события не раз наблюдались в последние столетия, очевидные тогда, три тысячи пятьсот лет назад. Северо-западные ветры, а они дуют здесь каждое лето, принесли в Египет пепел вулкана. Его тучи закрыли солнцем, оно померкло. Тем временем пепел, а в нем содержался и оксид железа, то есть ржавчина, опускался на земли и воды Египта, окрашивая их в кровавый цвет. И египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. Исход, глава седьмая, стих двадцать первый. Напуганные бедствиями, сыны Израилевы бежали из Египта, и Путин показывал днем столб облачный, а ночью столб огненный. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица всего народа. Исход, глава тринадцатая, стих двадцать второй. Чем это не зрелище далекого вулканического извержения? Когда же евреи шли берегом моря, поднялся сильный восточный ветер, и сделал море сушую, и раступились воды. Исход, глава четырнадцатая, стих двадцать первый. По этой суше прошли израильтяне, но вскоре вода возвратилась, и отряд, посланный фараоном, утонул. Географы даже предполагают, что это случилось на одной из лагун к востоку от Дельты Нила. Внезапно вода схлынула из нее, будто повинуюсь молитвам. Легенда? Чудесный вымысел. Однако, если все происходило после извержения Санторина, то это чистая правда. Перед началом цунами у берега моря начинается сильный отлив, но через пятнадцать-тридцать минут волна возвращается. Она мчится назад, к берегу сметая все на своем пути. Именно такая картина наблюдалась в 2004 году. Как отметили ученые, после извержения Санторина образовалась огромная котловина. Вулкан выбросил в небо около восемнадцати кубических километров породы. И тогда по всему восточному побережью моря начался отлив. Вода заполняла кратер вулкана, эту бездонную пропасть. Достигнув ее дна, вода ринулась вспять. На побережье восточного Средиземноморья обрушились волны невероятной высоты. Что там армия фараона? Не осталось ни одного всадника, ни одной колесницы. Так кончается миф. Так легенда становится былью. Так случайное истечение обстоятельств остается в коллективной памяти человечества. В 2009 году израильский подводный археолог Беверли Гудман, исследовав ближневосточное побережье, доказал, что только за последние несколько тысяч лет на него четырежды обрушивалось мощное цунами, приблизительно в сотом, пятисотом, тысячесотом годах нашей эры и около 1500 года до нашей эры. Он также связал последние события с легендарным исходом евреев из Египта. Кстати, у хеттов около 1500 года до нашей эры их держава занимала значительную часть Малой Азии. Есть миф об исчезновении бога Телепину. Без него начались бедствия. Немецкий исследователь Иоганн Лемонн обратил внимание на некоторые подробности хетского мифа. Облака пыли застлали окно, дым заполнил дом, пепел в очаге был погашен, боги задыхались в храме, овцы задыхались в овчарне, быки задыхались в хлеву, увяли растения, деревья увяли и не пускали побегов. Засохли луга, пересохли источники, в стране начался голод, люди и боги умирали. Не напоминает ли и эти клубы дыма и пыли, несущие смерть, опять же такое природное бедствие, как извержение вулкана? Возможно, в этом мифе тоже отразилась катастрофа, постигшая остров Санторин. В небо взлетело огромное количество пемзы и песка. Вулканический пепел покрыл обширную территорию. Вспыхнули эпидемии. Память об этом природном феномене не могла не сохраниться у хетов, как сохранилась она в Библии. Удастся ли археологам когда-нибудь доказать правоту древних мифов? Не покоятся ли останки египетских воинов на дне той коварной лагуны? Человек покорил космос, расщепил атом, открыл собственный геном. Что дальше? История Африки пока еще плохо изучена. Многие ее тайны погребены под толщей песков Сахары, которая ведь не всегда была пустыней. Когда-то она изобиловала жизнью. Светущая Сахара, как представляется археологам, была одной из колыбелей человеческой цивилизации. Здесь люди сумели приручить диких быков. Здесь зародилось гончарное ремесло. В центральной восточной части Сахары археологи обнаружили образцы керамических изделий, которые датируются девятым-восьмым тысячелетиями до нашей эры. По признанию немецкого археолога Петера Бройнига, причины поразительных творческих достижений народов, населявших Сахару, остаются одной из загадок древнейшей истории. Впрочем, может быть, первые гончары жили не совсем на территории современной Сахары, а чуть к югу от нее, там, где теперь простирается Сахель, в Мали. Именно там археолог из Женевского университета Эрик Хьюзеком обнаружил в 1995-2004 годах шесть фрагментов керамических изделий. Самый маленький был размером с ноготь, а самый большой — с ладонь. Возраст находок не менее одиннадцати тысяч четырехсот лет. Это осколки древнейших керамических сосудов, созданных человеком. Как выглядели сами сосуды, пока трудно представить себя. Из имеющихся фрагментов не сложить ни кувшина, ни чаши, но по узорам на них можно судить о том, что люди, жившие в ту эпоху, были наделены чувством прекрасного. Конечно, по этим осколкам нельзя судить о свершившейся здесь керамической революции или массовом использовании гончарных изделий. Но все-таки они есть, и потому нельзя не задаться вопросами, где именно изобрели керамику. Для чего она была нужна? Вряд ли древние жители Сахары и Сахеля изготавливали из обожженной глины огромные горшки, в которых готовили пищу или хранили припасы. Скорее, керамика требовалась им для проведения неких ритуалов, считает Бройник. Например, в глиняные сосуды, а они, судя по всему, были небольшими, могли наливать опьяняющие напитки. С уверенностью же следует сказать одно — столь ранний расцвет культуры племен, населявших Сахару, был бы невозможен, если бы в этой части света так разительно не менялся климат. Перенесемся еще на несколько тысяч лет назад. В восемнадцатом-одиннадцатом тысячелетиях до нашей эры, во время последнего ледникового периода, в Северной Африке установился очень сухой климат. Обширная ее часть превратилась в пустыню. В то время Сахара простиралась примерно на пятьсот километров дальше к югу, чем в наши дни. Озеро Чад пересохло и вновь наполнилось водой лишь в одиннадцатом тысячелетии до нашей эры. В этот период люди избегают селиться и на территории современной Сахары, и даже к югу от нее. Около двенадцати тысяч лет назад климат в Северной Африке становится более влажным и теплым. Обширные просторы Сахары покрываются растительностью, прежде всего, дикими злаками. По предположению ряда археологов, первые сосуды из обожженной глины изготавливали для того, чтобы отваривать в них собранные зерна злаков, размягчая их и превращая в кашицу или подобие супа. Кстати, археологи продолжают спорить о том, откуда пришли племена, расселившиеся в Сахаре. С юга, где были обнаружены древнейшие пока образцы керамики, или же нет. А в любом случае, вскоре керамикой стали пользоваться и в Сахаре. Около десяти тысяч лет назад направление муссонных ветров, господствовавших в Индийском океане, разительно изменилось всего за несколько десятилетий. Их фронт сместился на 800 километров к северу. Вскоре восточная Сахара превратилась в плодородную саванну, пышно поросшую растительностью. Озеро Чад было теперь огромным внутренним морем, не уступавшим по размерам Каспийскому. Об этом периоде напоминает неожиданная находка, сделанная в пустынной местности, в районе нигерийской деревушки Дуфуна, в трехстах километрах к юго-западу от озера Чад. Это лодка, выдолбленная восемь тысяч лет назад из ствола дерева. В ту пору берег озера пролегал здесь. Среди племен, населявших этот край, распространилось скотоводство. Овец и кос ввезли, видимо, с Ближнего Востока. Коровы были одомашнены в Африке. Тысячи наскальных рисунков и теперь еще напоминают об оживленной жизни, царившей здесь. Около семи тысяч трехсот лет назад климат вновь изменился. Муссоны ослабли, и растительность начала скудеть. Пустыня стала теснить саванну. Это вынудило местные племена скотоводов вернуться к кочевому образу жизни. Они по сей день придерживаются подобного способа хозяйствования. Поселения сохранились в основном в оазисах, где были источники воды и островки растительности. В это же время меняются природные условия и в долине Нила. Около пяти тысяч пятисот лет назад муссоны перестали приносить дожди в Северную Африку. Сахара вновь превратилась в пустыню, как и было когда-то. В ее восточной части остались пригодны для жизни лишь отдельные оазисы в Египте и Судане, а также Нильская долина. Постепенно эта заболоченная прежде полоска земли превратилась в плодородную местность, житницу Египта со времен первых богов-царей до наших дней. Здесь и началось становление одной из древнейших мировых цивилизаций. Часть кочевников, покинувших Сахару, расселилась на западе Африки. С их приходом здесь произошла своя неолитическая революция. Их культурные достижения, изготовление керамики, приручение домашних животных, распространились в обширных областях Черной Африки. Неолитическая революция на Ближнем Востоке совершалась очень медленно, на протяжении тысячелетий. В Западной Африке она началась гораздо позже, лишь около двухтысячного года до нашей эры. Зато протекала чрезвычайно быстро. Была именно переворотом, резко изменившим уклад жизни местных племен. Люди стали заниматься земледелием и гончарным ремеслом, разводить скот. Лишь в начале первого тысячелетия до нашей эры, когда климат становится более засушливым, местные жители покидают свои деревни и отныне снова ведут кочевой образ жизни, либо переселяются в центральные области Африки, где из-за длительной засухи площадь, занятая тропическими лесами, заметно сокращается. Около пятисотого года до нашей эры в бассейне озера Чад по неизвестным причинам возникают первые крупные поселения в Черной Африке. В них проживает несколько тысяч человек. Эти протогорода защищены целой системой укреплений. Их огораживают рвы шириной до шести метров и глубиной до трех метров, а также земляные валы высотой около трех метров и толщиной около метра. Жители этих поселений хранят запасы продуктов в громадных сосудах и специально вырытых ямах. В течение нескольких столетий эти культурные достижения распространяются на всей территории Черной Африки. Очевидно, именно племена, прежде населявшие Сахару, были движущей силой культурной революции, совершившейся фактически за пределами известной тогда Ойкумены. Во многом история этой части континента остается загадкой для археологов. Так, около 500 года до н.э. в центральной части Нигерии возникает таинственная культура НОК. Она известна прежде всего своими тарракотовыми статуэтками людей и животных, которые давно находят восторженный отклик у ценителей искусства. Это древнейшие скульптуры, найденные к югу от Сахары. Возможно, они — все, что осталось от первого государства, возникшего в той части Африки. Археологи отказываются верить в то, что их изготавливали на досуге местные крестьяне. Скорее, это памятники придворного искусства, считает, например, один из новых открывателей Африки Петер Бройник. Но это уже тема другого рассказа.